30-е годы 18 века. Южный Урал тогда это бескрайние степи с ордами кочевников, то и дело набегающих на немногочисленные русские поселения. В этом краю пора наводить порядок, а для этого необходима мощная оснащенная крепость. Это понимают в Петербурге, тогдашняя императрица Анна Ивановна берется за перо. И в 1734 году рождается этот документ, жалованная грамота. В нем впервые звучит название еще не существующего города крепости, определяется местоположение и основные функции. А еще расписаны так называемые особые привилегии будущему населению Оренбурга. Необходимо было, чтобы сюда поехали люди, а так как условия жизни очень непростые, нужно было чем-то заинтересовать. И, конечно, даны были, наверное, самое главное, это беспошлиная торговля. То есть для торговца три года не платить налог, это, конечно, огромная привилегия. Ну и вот сразу прописывалась такая веротерпимость, которая тоже была важна. Четыре листа первоклассного пергамента, скрепленные деревом, обложка обшита парчой. Важному государственному документу без малого 300 лет. До лучшей сохранности достают его нечасто, недавно грамота реставрировалась. Столь бережное отношение еще и потому, что таких документов в стране единицы. Потому он еще и уникальный, что таких привилегий всего два. Всего две таких привилегий. То есть привилегия города Санкт-Петербурга и привилегия города Оренбурга. Других просто нет. Беспошлинная торговля впоследствии дала толчок развитию города. Оренбург стал активно застраиваться. Появились церкви, школы, госпитали, административные здания. В город потянулись торговцы из Хивы, Бухары и даже Индии. Оренбург открывает Россию ворота в Азию. Это ведь документ, который по большому счету почти 300 лет назад определил и миссию, и судьбу, и статус Оренбургской губернии. Само существование. Да и в общем, да, дал жизнь этому региону, этой территории, которая на протяжении вот уже почти 300 лет, да, остается в общем-то тем, чем ее определили тогда форпостом России на ее юго-восточных рубежах. Увидеть своими глазами подлинные документы, определившие судьбу Оренбурга, можно в Краеведческом музее в течение пяти ближайших дней. Виталий Сапожников, Станислав Доминов. Наше время.